Меня зовут Диляра. Я являюсь региональным представителем ВКонтакте в Татарстане, ну и выпускницей КФУ по направлению рекламы и пиара. Вот. Я сегодня расскажу о том, как работает ВКонтакте, как работают наши алгоритмы, как работают наши программы. Поговорим об инструментах, которые мы рекомендуем использовать для создания контента. Ну и немножко затрону тему платформы образовательной, которую мы запускаем в конце первого квартала. Думаю, вам это будет очень пригодиться в будущем, в общем. Вот. Пару слов скажу о том, вообще, чем я занимаюсь, потому что, ну, даже мои некоторые знакомые не до конца понимают, как так выходит, что я вот здесь, в Казани, ВКонтакте, там где-то в Петербурге, и в Москве, и как вообще вышло, что я попала туда, ну, сюда, к нам, в команду. Год назад мы запустили программу региональных представительств. Изначально это был эксперимент. Вот. Но спустя год, спустя представительств в Казани, в Нижнем Новгороде, в Екатеринбурге, и вот две недели назад мы уже зашли на СНГ, когда мы открыли в Алма-Ате, в Казахстане. Это уже переросло в такое нечто большее, и у нас уже прям сформировавшаяся команда региональных представительств, которую мы будем в будущем еще дальше развивать. Вот. Наша команда относится к отделу маркетинга. Мы занимаемся, если конкретнее, партнерским маркетингом. Что это значит? Это значит, что мы работаем с интересными проектами, сами приходим, или к нам приходят за какой-то помощью интересные проекты по нескольким направлениям. Это медиа, это спорт, благотворительность, книги, культура, концерты, музыканты, блогеры. В общем, весь спектр мы захватываем, с ними работаем, помогаем развиваться на нашей платформе, мы поддерживаем какие-то их проекты, делаем совместные спецпроекты. Вот. И региональные представители — это такое связующее звено между проектами, между пользователями из определенного региона и командой ВКонтакте. То есть я работаю с локальными проектами, с локальными медиа, с локальными... Ну, если говорить о Казани, то это, конечно, в большей степени спорт. Вот. Спортивные клубы, спортивные мероприятия. Все. Работаю с ними, их поддерживаю. Какую-то обратную связь, фидбэк отдаю нашей команде в Москве и в Петербурге. Вот. Перейдем непосредственно. Давайте к самой презентации. Буквально пару слайдов о том, что из себя ВКонтакте представляют на сегодня. Вниз. Хорошо. Так. А куда мне? Все. ВКонтакте сегодня — это почти 100 миллионов активных пользователей. 70 миллионов из них приходится только на Россию. Это по-настоящему огромная аудитория, которая ежедневно, ежечасно, ежесекундно генерирует контент. Огромное количество контента. Люди обмениваются сообщениями, слушают музыку и так далее. В общем и целом ВКонтакте — это не просто соцсеть, это экосистема, где есть практически все. Поэтому очень большая команда разработчиков, которая занимается всем сайтом, большая команда поддержки. В общем, мы работаем для пользователей, которые, собственно, пользуются нашей социальной сетью. Что касается демографии, наше ядро — это аудитория возраста 25-34. Это аудитория, которая выросла вместе с ВКонтакте. Но это, конечно, не означает, что если это ядро, то мы вот только для них работаем, и это наша целевая, это не так. Каждая категория аудитории, она по-своему уникальна, и в том числе по поведению на платформе. Вот. Как я уже сказала, аудитория огромная, количество контента огромное, и чтобы пользователю было комфортно находиться на площадке, чтобы он какую-то пользу извлекал из того, что он проводит время в социальной сети, были разработаны и придуманы несколько алгоритмов и программ, которые, собственно, всю эту информацию систематизируют. В настоящий момент — это четыре алгоритмы программы ВКонтакте. Это умная лента, это раздел рекомендаций, это программы Прометей и Немезида. Вот. О каждом из них мы сегодня чуть подробнее поговорим, и я объясню, как это работает, как привлечь внимание или, наоборот, не привлекать внимание той или иной программы. Начнем с умной ленты. Раньше, думаю, многие из вас помнят, ВКонтакте была только хронологическая лента, то есть посты выходили по мере их постинга, по времени, но на самом деле контента, который существует, его в 10, а то и в 100 раз больше, чем мы успеваем прочитать, потому что тут важное теряется, полезное теряется, теряется что-то от друзей, от сообществ, которые вам больше всего нравятся. Тогда было принято решение создать алгоритмы умной ленты, и теперь ВКонтакте у каждого из вас, и у меня в том числе, своя уникальная лента новостей, и алгоритмы просчитывают и выдают вам те посты, с которыми вы с наибольшей вероятностью будете взаимодействовать, поставите отметку «нравится», оставите комментарий, поделитесь и так далее. Что влияет на выдачу постов при выдаче в умной ленте? Это, конечно же, автор поста, это содержание поста, это день недели, это время суток на момент прочтения поста, это скорость интернет-соединения, и самое главное — это вовлеченность пользователя. Вообще на сегодняшний день практически все алгоритмы построены на том, что людям показываются те посты, с которыми, как я уже сказала ранее, они с большей вероятностью будут взаимодействовать. Но это, конечно же, не окончательный список, есть еще сотни, а то и тысячи факторов, которые влияют на, собственно, выдачу постов в умной ленте. Но у многих возникает до сих пор вопрос, как же сделать, опубликовать такой пост, который зайдет, как же сделать, опубликовать пост, который понравится, который сможет какой-то диалог, родить что-то еще. Ко мне часто приходят и спрашивают, вот как, что не так, почему мы не попадаем, но дело в том, что нет никакого рецепта этого идеально интересного поста, нет никакой там волшебной кнопки, которая делает из обычного поста интересный пост. Все нужно, ну, все дело в той аудитории, для которой вы это делаете. Вот, поэтому все достаточно просто, нужно просто изучать ту аудиторию, для которой вы это все делаете, смотреть на статистику паблика, на статистику сообщества, смотреть, какие посты заходят, какие посты получают меньшую вовлеченность. Кроме того, совсем недавно вышло обновление алгоритмов, и теперь в статистике посты, которые в свое время набрали какую-то там хорошую реакцию, они помечаются такими зелеными листочками. Это означает, что пост, алгоритмы приняли этот пост как пост-долгожитель, и они, эти посты могут показываться даже там спустя 4 дня публикации, спустя 5 дней публикации наравне с теми, которые уже вышли. На это тоже нужно обращать внимание. И, собственно, раздел рекомендаций. Он работает по схожей системе с умной лентой. Вот только если умная лента показывает пользователю посты от сообществ, от людей, на которые он подписан, рекомендации отвечают на вопрос, что же еще интересного есть. То есть показываются посты, схожие по тематике, схожие по вашим интересам, на которые вы реагируете. Но есть особенность еще в том, что в рекомендациях иногда выскакивают посты, такие очень неожиданные тематики. Например, условно, если мне нравятся паблики про домашний декор или что-то еще, мне иногда может прилетать какие-то посты про машины или что-то такое. В общем, рекомендации стараются расширить ваш кругозор, показывать там что-то еще новое. Если вы реагируете положительно, там ставите лайк или там шарите, или что-то еще делаете, то алгоритмы это все запоминают и будут вам чаще показывать подобные тематики. Если же вы нажимаете отметку «мне это неинтересно», алгоритмы также это учитывают и больше вам такое показывать не будут. Собственно, все эти алгоритмы, рекомендации умной ленты, они обучаемые, если ими активно пользоваться и посылать им сигналы в будущем, там на самом деле нужно буквально 2-3 дня поюзать и умную ленту, и рекомендации, и тогда они будут прямо вот в идеале отвечать всем вашим интересам, которые, ну вот действительно вам это интересно, это и будет показываться. Несколько советов по умной ленте. Ну, сразу оговорюсь, что это не окончательный список, это просто такой вектор мышления. Что нужно делать, чтобы умная лента вас замечала? Это, конечно, больше оригинального контента, не нужно копировать точь-в-точь из других пабликов, что-то от себя добавлять, вкладывать душу, тратить какое-то свое время. Ну, естественно, экспериментировать с подачами, использовать новые форматы, благо ВКонтакте выходит почти каждую неделю новое обновление, новые форматы, просто нужно следить. И плюсом, если это какое-то большое обновление, это какое-то важное обновление для сайта, там в первые несколько дней в умной ленте поднимаются выше те посты, которые были созданы с помощью новых форматов. Поэтому это тоже нужно помнить. И что в умную ленту не попадает точно, это кликбейт, это шок-контент, это спам. Люди сегодня медиаграмотны достаточно, и они уже понимают и различают, что есть кликбейт, что не есть кликбейт, и, может быть, они там один-два раза поведутся, и вам это может какой-то там трафик принести, переходов, но, скорее всего, в будущем это будет только… ну, не в вашу пользу это будет играть. Прометей. Поговорим о Прометее. Это программа. Это не просто алгоритмы, это программа с таким продолжением, о котором я тоже расскажу. Это алгоритмы, которые настроены на то, чтобы работать с молодыми авторами. То есть, ну, мы вообще в компании считаем, что любой пользователь является автором контента. Неважно, он там творческая личность или он просто пишет посты или публикует там ежедневные какие-то свои фотографии, он автор. И Прометей направлен на то, чтобы этих авторов искать и этих авторов поддерживать. Как эти алгоритмы работают? Алгоритмы выискивают, так скажем, посты на площадке, которые набирают, так скажем, аномальную, хорошую реакцию пользователей на этот пост. То есть, условно, если в соотношении подписчиков и соотношении лайков, комментариев, там, тем, сколько раз поделились, добавили закладки или что-то еще, если это аномально хорошая реакция в соотношении с пользователями, с подписчиками, алгоритмы этого автора запоминают, какое-то время за ним следят, и если эта реакция повторяется, повторяется регулярно, то алгоритмы засчитывают этого автора как автор, который создает контент, интересный широкому кругу пользователей. И тогда алгоритмы награждают этого автора значком огонька вот таким. Это может быть пост, это может быть как целое сообщество, и помещают этого автора в раздел рекомендаций. То есть, этого автора увидят большее количество людей, получат повышенные охваты своих постов. Это хорошая история, потому что сегодня везде, на всех площадках просто огромная конкуренция, огромное количество пабликов, пабликов-миллионников, тысячников, которые, ну, по сути, у них большая аудитория, у них вроде бы все нормально, но, по сути, своей очень многие ничем друг от друга не отличаются, делают практически одно и то же. И Прометей создает для того, чтобы искать людей, которые делают по-настоящему оригинальный, интересный контент, не похожий на другие, и дает возможность авторам без особых денежных вложений развиваться и находить новых подписчиков. Что касается того, что это не просто алгоритм, а что это программа, у всей этой истории есть продолжение, которое таится в сообществе ВКонтакте с авторами, или по-другому в ИК Теллендс. Это сообщество, во-первых, где собраны все огненные авторы, ну, те, кто получали значок Прометея, там по самым разным категориям они разделены, это и фотографы, это и просто там писатели, это даже татуировщики и так далее. Что это еще сказать, что огненным авторам, как правило, первыми дают потестировать новые нововведения, новые какие-то фишки сайта. И, собственно, в этом сообществе проводятся постоянные конкурсы, постоянные розыгрыши, где можно выиграть возможность сколлаборировать с каким-то брендом или лейблом. Там из самых ярких был конкурс с фильмом, к сожалению, не помню с каким, нужно было нарисовать альтернативную обложку, и победитель получил, ну, соответственно, там приглашение на показ фильма, и его обложка висела по всей Москве на билбордах, как альтернативная афиша. Искали фотографов на показы, там, Moscow Fashion Week, ну, в общем, там очень огромное количество партнерских наших розыгрышей, вот, поэтому если там вы или кто-то из ваших знакомых занимается чем-то подобным, это можно все прочекать и принимать постоянно в этом участие. Вернемся к алгоритмам, как сделать так, чтобы Прометей вас заметил. Во-первых, это, конечно же, как я уже сказала, создавать оригинальный, уникальный контент, использовать нативные инструменты ВКонтакте, это очень важно для Прометея, то есть если это видеоконтент, его стоит загружать напрямую ВКонтакте в видеоплеер, не через, там, сторонние ссылки с Ютуба или Инстаграма, это использовать, там, опросы, использовать истории и все прочее. Стоит обращать внимание на оформление сообщества, оформление страницы, потому что, ну, когда что-то видишь качественно, в хорошем разрешении, ну, как минимум приятнее смотреть. Это обложка, это аватарка, это описание, если есть какие-то дополнительные ссылки, их лучше выносить не в описание, а в блок ссылок, ну, и, конечно, соблюдение правил. Ну, это самое главное и самое основное. И, так, подсмотрю, как, ну, на какие паблики Прометей внимание не обращает, это паблики с обилием внешних ссылок, то есть алгоритм не любят, когда пользователя уводят куда-то из ВКонтакте, ну, и плюсом даже, ну, лично у меня такое всегда было отношение, если это какая-то ссылка на стороннюю платформу, как правило, ну, зачастую, там, допустим, даже в мобилке это может криво открываться, долго прогружаться, ты не знаешь, сколько ты потратишь времени, чтобы открыть ту или иную ссылку, поэтому, если есть возможность постить прямо в ВК, лучше делать это так. Ну, и, конечно, это возрастные ограничения, паблики 18+, не получают Прометей. Вот. И еще одна программа, которая называется программа Невизида, с приходом рекомендаций, с приходом Прометея. ВКонтакте значительно повысилось количество уникального контента, появилось больше авторов талантливых, но, к сожалению, не уменьшилось количество людей, администраторов пабликов, которые продолжали, грубо говоря, воровать тот самый контент, получали там повышенные охваты, более того, они это все монетизировали, и, конечно, такую работу нельзя сравнивать с той работой, которую проделывают авторы уникального контента. И тогда было принято решение создать алгоритмы Невизида, программу, точнее, Невизида. Это алгоритмы, которые следят, это защитники уникального контента. Когда алгоритмы находят скопированный контент, скопированный пост, прям вот точь-в-точь скопированный, этот пост отправляется на модерацию специальной команде, которая принимает решение отдавать какое-то наказание или нет. Наказания бывают трех уровней, от изъятия из рекомендаций до отключения монетизации и, собственно, отключения возможности постить гиперссылки. Вот. Ну и более того, каждый пользователь ВКонтакте, он может стать частью этой программы, у каждого есть возможность пожаловаться на неоригинальный контент, и, собственно, эта жалоба тоже улетает в специальной команде модераторов. Как не получить страйк от Немезиды? Тут все очень просто. Просто не копировать чужой контент. Если же есть какой-то контент, который, ну, прям вот в душу запал, и это красивая фотография, или это очень интересная статья, конечно, вы можете с ней поделиться, со своими подписчиками, но при условии, что вы добавите какое-то свое мнение, какой-то свой короткий рассказ, и очень важно отмечать автора этого там поста, этой публикации. Очень многие переживают, что отметки могут засчитать за рекламу, но в этом случае это не несет никакой коммерческой истории, и это все прекрасно понимают, и, ну, это просто дань уважения такая автору, и лучше отмечать, конечно. Вот. И что еще важно, если есть несколько платформ, несколько социальных сетей, где публикуются там один и тот же контент, в идеале публиковать ВКонтакте заранее, потому что алгоритмы настроены так, что они первоисточником считают тех, кто первый запостил именно на данной платформе, именно на платформе ВКонтакте. Вот. Поговорили об алгоритмах, поговорили про программы. Давайте перейдем к инструментам, которые мы рекомендуем нашим партнерам, нашим пользователям для того, чтобы создавать контент и привлекать новых подписчиков. Сразу скажу, что это не что-то сверх. Я уверена, что все, ну, большинство знакомы со всеми ними, просто я расскажу еще немножко, опираясь на свой опыт, как это можно еще использовать. Первое — это статьи, это лонгриды. Если у вас есть, то есть если вы зачастую постите контент, прям полотна текста, то лучше это делать в лонгридах. В таком случае вы можете их подразделять на абзацы, вы можете добавлять заголовки, подзаголовки, разбавлять это, там, не знаю, если это применимо аудиозаписями, видеозаписями, выделять какие-то цитаты. Кроме того, недавно появилась возможность внедрять опросы прямо в статью. Такие лонгриды и такие тексты читать приятнее, читать удобнее, поэтому если работаете с большим количеством текста, лучше, конечно, использовать лонгриды. Прямые эфиры. Это, во-первых, что хочется сказать, опираясь, как я уже сказала, на свой опыт. Прямые эфиры вызывают большее доверие, нежели это просто, допустим, в записи что-то, какое-то интервью или что-то такое. Во-первых, это прямая коммуникация с людьми, которые вас смотрят. Вы можете сразу же зачитывать вопросы, сразу же на них отвечать. Вы можете в прямом эфире что-то обсуждать. Это могут быть как вебинары, это могут быть как интервью. В общем, это может быть что угодно. Плюсом в прямых эфирах вы можете прикреплять прямо к прямому эфиру ссылку. То есть люди там нажимают на скрепочку, и у них там выходит дополнительно поверх прямого эфира какой-то опрос или какая-то статья, или какой-то товар, который можно продавать прямо через прямой эфир. В общем, прямые эфиры продолжают развиваться на платформе, и поэтому там в планах еще есть несколько идей, которые мы хотим реализовать. Подкасты. Если, опять-таки, есть такая потребность в тех же интервью, обсуждениях и так далее, как альтернатива прямому эфирму — это подкасты. Подкасты там, правда, подключают не всех подряд. Делается через чат-бота, через специальное сообщество для подкастеров. Подключают тех подкастеров, у которых уже либо есть подкаст, либо чья идея покажется команде модераторов интересной. Вот. Из тех подкастов именно локальных — это подкасты от издания Enter, которые подключили в том году. Они приглашают там разных людей из Казани, обсуждают с ними их планы, то, что они делают. В общем, это достаточно интересная история. И как альтернатива радио «Миллениум» тоже запускают подкасты, но это, знаете, такая большая история, ну, что-то вроде дублирования того, что есть на радио, есть еще и в подкастах. Вот как вариант. Истории. В ВКонтакте есть истории. И тут лично у меня всегда два варианта. Либо это вариант, когда вы транслируете что-то там из своей жизни, из жизни вашего сообщества, вашей организации. Также их можно использовать для сбора обратной связи, потому что есть совсем буквально на прошлой неделе. Мы запустили опросы в историях. Можно оставлять мнение, спрашивать мнение подписчиков, и они могут отправлять как анонимно, так и публично то, что они думают. Вы можете дублировать ваши посты в истории, чтобы получить больше охват и так далее. Опросы. О них я уже говорила в историях. В общем, опросы — это лично моя прям любимая тема, потому что, основываясь на своем опыте работы не только в ВК, но и ранее, люди их очень любят. Люди очень любят, когда их о чем-то спрашивают, когда интересуются их мнением, когда они могут на что-то повлиять. Это могут быть опросы как развлекательного характера, так и опросы, не знаю, действительно важные. Например, в том же ВКонтакте с авторами мы проводили опрос, где выбирали название фильма в русском варианте. Поэтому реакция всегда очень хорошая, и если есть возможность, если это применимо, опросы можно и нужно использовать. Приложения. Приложения сообществ. У нас на платформе есть VK MiniApps. Это мини-приложение, то есть это приложение в приложении. Есть целый каталог бесплатных приложений. На экране это такие самые распространенные, но их огромное количество. Вы можете создать тесты, добавив там свои вопросы, несколько вариантов ответов и так далее. Это могут быть рассылки, если у вас есть какой-то дайджест новостей, там за неделю люди могут подписаться и не пропустить что-то важное. Каталог большой. Приложение бесплатное, если применимо для вашей тематики, можно и нужно использовать. Тем более, что в этом году мы обращаем большое внимание именно к мини-эпсам, и их будет еще больше, чем есть сейчас. Виджеты. Это история про то, когда пользователю уже с первого экрана вы предлагаете что-то там, не знаю, написать сразу же вам в сообщение, да. Например, если вы собираете какие-то интересные новости из жизни города, вы можете виджет там попросить, ну, во-первых, поприветствовать, попросить там что-то интересное, прислать и дать взамен что-то, например. Это может быть тот же дайджест новостей, чтобы люди сразу же перешли и посмотрели. История тоже хорошая, на которую хорошо реагируют пользователи. Вот. И то, о чем я говорила в начале, я немножко расскажу, рассказывать много не могу, но немножко, что мне позволено, я расскажу. В конце первого квартала, уже скоро, мы запускаем образовательную платформу ВКонтакте. Это бесплатная платформа внутри ВКонтакте, где люди смогут публиковать свои образовательные курсы или там по-другому, марафоны, короткие курсы, где, ну, для того, чтобы привлечь новых подписчиков, чтобы обрести какую-то большую лояльность со стороны своих существующих подписчиков. Вот, собственно, вот так это примерно будет выглядеть. Если у людей, то есть у компании, у бренда, там у университета есть возможности, есть ресурсы на то, чтобы создавать какие-то единицы контента в плане образования, то есть это прямые эфиры, это лонгриды, это подкасты, можно попробовать себя на этой платформе, как зайдет, обрести новых подписчиков, да, как я уже говорила. Кроме того, вот список, на кого мы ориентируемся, на тех, кто, от кого мы хотим получить какой-то интересный контент, потому что, ну, есть такая теория, что социальные сети люди используют в качестве развлекательного времяпрепровождения, но на самом деле это гораздо больше, и есть больше возможностей, в том числе, получать какое-то образование дополнительно, еще и бесплатно. Вот. А на, я уже к концу подхожу, как-то очень быстро все получилось. Есть чек-лист, который мы составили с нашей командой для администраторов сообществ. это те вещи, которые обязательно нужно использовать, вещи, о которых нужно помнить, если вы администрируете сообщество. Опять-таки, это оформление, это идентификация, название, описание, чтобы у людей ассоциировалось просто название уже с вами, уже с вашей организацией, да. Это контент-план. Когда мы говорим о контент-плане, мы не говорим о времени, потому что время сейчас не играет большую роль, учитывая, что сейчас алгоритмы и все прочее, на самом деле не сильно важно, во сколько вы выложите пост. Ну, конечно, нужно учитывать статистику сообщества, если там какие-то есть всплески в определенное время, на это нужно обращать внимание, но в целом, в общем и целом эта роль не играет. Нужно делать не часто, но делать регулярно. То есть у нас лимит 50 постов в день, но это не означает, что все эти посты нужно прям вот один в один добивать и потом еще страдать от того, что у вас чего-то не хватило. Лучше делать поменьше, но качественнее и регулярно, чтобы люди, возвращаясь к вам, знали, что если они там придут в среду, в 6 часов вечера, их там будет ждать нового материала. Ну, это условно. Вот. Ну и, конечно, нужно помнить, что если вы находитесь в контакте, если вы находитесь в соцсетях, очень важно быть в коммуникации с пользователем, потому что люди сегодня, они привыкли общаться с друзьями, они привыкли общаться с близкими людьми в соцсетях, в мессенджерах, они привыкли к тому, что люди им быстро отвечают и как-то на подсознательном уровне они рассчитывают на то, что организация им также будет быстро отвечать и это очень важно в плане того, в плане доверия к вам и к вашему делу. Вот. Ну и основные тезисы из моего выступления на экране нужно, повторюсь, в очередной раз, что чтобы быть успешным на платформе, нужно знать, как она работает, нужно понимать, как работают алгоритмы, делать уникальный контент, стараться не копировать чужие записи, тратить свое время, включать фантазию, пробовать новое, экспериментировать, потому что, ну, из порой самых безумных на первый взгляд идей, которые могут прийти в голову, по итогу может родиться очень классная идея, которая получит просто вообще невообразимый отклик. Вот. И одно из, наверное, главных и основных вещей, которые мы пытаемся донести до наших контент-мейкеров, что сегодня количество подписчиков это далеко не самый важный критерий. Люди, опять-таки, возвращаются к Прометею, Прометеи получают люди, у которых там даже нет и тысячи, и пятиста подписчиков. Все зависит от того, какого качества контент вы делаете и публикуете. Вот. На этом все. Есть несколько полезных ссылок, которые я вам дам. Это будут QR-коды, поэтому, если вам интересно, вы можете достать телефон и сканировать сразу вступать. Ну, или там, как хотите. Вот. Первый QR это тот самый ВКонтакте для авторов, тот самый VK Talents. Там можно ознакомиться с людьми, которые этот Прометеи желанный получали и получают, ознакомиться с конкурсами, которые сейчас проходят. Еще одно сообщество, я думаю, для тех, кто их ведет, сообщество ВКонтакте, должно быть знакомо, это ВКонтакте для сообществ. Все новые фишки, которые у нас выходят, все обновления выходят, релизятся именно там. Вот. Поэтому, чтобы быть в курсе того, что выходит, что новенького, все можно получить в этом сообществе. А еще одно, сразу прошу прощения, это не самый правильный QR-код, который был. Это изначально это QR-код на сообщество сертификации специалистов ВКонтакте, но не так давно это сообщество переехало в сообщество ВКонтакте для бизнеса, теперь все аккумулируется там, но в этом сообществе есть ссылка на ВКонтакте для бизнеса, и вот собственно о чем я хотела рассказать, там есть два теста интересных и хороших на знание таргетированной рекламы и тест на знание администрирования сообществ. Его можно пройти, они достаточно, ну они большие, ограниченные по времени, но времени там много, можно просто проверить свои знания, что вы знаете, или там одновременно заглядывать куда-то, и это тоже запоминается. И в случае, если вы успешно все это проходите, вы можете получить сертификат специалистов ВКонтакте, если допустим вы занимаетесь таргетированной рекламой, и вас потом могут внести в список рекомендованных специалистов, которых мы далее рекомендуем компаниям и агентствам, которые работают ВКонтакте. Вот. Ну и это куар на мою личную страницу, если у вас будут вопросы в будущем, или у вас есть какой-то интересный прикольный проект, и вы хотите там со мной заколадиться, вы можете мне написать, и даже если есть какие-то претензии по работе ВКонтакте, вы тоже можете мне написать. Я отвечаю всем, и все, что мне передают, я передаю своей команде. Собственно, вот на этом у меня все. Спасибо вам большое. Если есть вопросы, спасибо. Если есть вопросы, можем поболтать, обсудить. Если вопросы появятся потом, можете просто мне потом написать. Вот. Да. А можно поподробнее узнать об образовательной платформе, запущенная она или нет, что она себя представляет, что там может размещаться? Она пока не запущена, мы ее зарелизили, то есть мы сказали о том, что мы ее запускаем в конце прошлого года, но сам запуск будет в конце первого квартала, то есть это в конце марта, даже, ну, там, предварительно, возможно, что-то изменится и чуть перенесут, но пока предварительно это конец первого квартала. Это платформа внутри платформы, то есть не нужно никуда уходить на другие сайты, это будет прямо вконтакте, прямо в приложении, прямо на сайте, просто как бы отдельное, во-первых, это будет отдельное сообщество, скорее всего, и как бы это будет отдельное приложение, вот те самые VKM и NEP, о которых я говорила ранее. Вот, там можно размещать свой образовательный курс, можете смотреть на какие курсы подписаны ваши друзья и тоже возможно поучаствовать где-то там, это огромное количество по разным направлениям, это спорт, это наука, это культура, это языки, это даже там вплоть до организации там концертов, это, ну, реально очень большой спектр всех этих марафонов, всех я не припомню, какие есть заявки, но вы можете их бесплатно проходить, если у вас есть идея своего марафона, вы можете его там запустить, вот, собственно, вот так это будет работать, что-то сказать такого еще дополнительно и сверх я пока не могу, но как только это все запустится, я думаю, ну, вы узнаете об этом, ну, либо я там кому-то передам из сотрудников университета и вам об этом потом расскажут. Можете подсказать, здравствуйте, если, например, мы всплыли у пользователя в умной ленте и он не лайкнул вас один, два, три раза, это значит, что мы из нее пропали и он вернуться в наше сообщество может только по прямой ссылке. Ну, не совсем так. В умной ленте все так же отображаются все посты, которые выходят. просто поднимаются выше те посты, с которым пользователь конкретный, конкретный, не какой-то, не все подписчики, а у каждого конкретного, в соответствии с его там интересами, если этот пост ему может понравиться, там не важно даже, это пост от вашего сообщества или что-то еще, прям именно на, упор на тематику, упор на то, о чем этот пост. если он там не лайкнул один-два раза, да, для него это будет занижаться, но опять-таки тут история не только про лайки, как я уже говорила, это больше ста, даже не ста, там, сотни факторов, это и глубина прочтения, это даже вплоть до того, если это видео, человек может просто посмотреть видео в ленте, он может его открыть, он может включить звук, и это уже другое совсем действие, вот, поэтому, ну, как-то вот так это работает, ну, да, просто смотрите, как реагирует. А там среди факторов была указана вовлеченность пользователя, как просчитывать? Ну, вот, опять-таки, если человек схожую тематику неважно от вас, от вашего сообщества или от другого сообщества, часто там лайкает и так далее, это считается, что вовлечено. Но самое, одно из самых важных факторов именно вовлеченности это комментарии. То есть, если вы будете инициировать диалог в комментариях, если вы будете отвечать на комментарии и продолжать диалог, это могут быть даже споры или что-то еще, то вовлеченность повышается, и алгоритмы это тоже замечают. То есть, если мы будем отвечать, комментировать и призывать к комментированию, это будет вовлеченность даже не к этому конкретному человеку, с кем мы переписывались, но и вообще для других. Ну и для других тоже, да. Как бы, если человеку выходит какой-то пост, где что-то обсуждается, то, вероятно, алгоритмы могут посчитать, что вот тут комментарии, в которых участвуют условно твои друзья. возможно, и тебе будет интересно, поэтому вот пост можешь тоже зайти и посмотреть. Вот так это работает. Диляра, большое спасибо за выступление, очень интересно, все новое, все интересное. У меня такой вопрос, вот не совсем понятно, где оперативно все это узнавать. То есть, вот ты выступила, эта информация будет актуальна еще, скажем, год, а потом все поменяется. Вот эта ссылка вторая, я так понимаю, по ней все, все пресс-релизы, все обновления, все-все там. Ясно. Но еще, если мы говорим о пресс-релизах, у нас есть отдельная вкладка VK Press, кажется, она называется. Там все пресс-релизы, ну там, то есть плюсом к нововведениям или к чему-то еще, там есть пресс-релизы по каким-то новым приложениям, которые выходят, да, то есть это не какие-то, не какая-то функциональность сайта, а что-то еще больше. Вот, поэтому если интересуют прямо именно и алгоритмы, и VK Minips, все-все-все-все-все, то можно следить на VK Press, там все это постоянно выходит, каждый день. Ссылка, то есть пишется прямо VK Press? Да, но если что, можно мне напомнить и я скину. Хорошо. Потому что я не уверена, что так это называется. У меня еще тоже вопрос. Большое спасибо, Диляра. Вопрос про образовательные платформы. Для сообществ будет ли возможность выкладывать какие-то платные курсы или это полностью бесплатная история? Это полностью бесплатная история. По крайней мере, так это будет в начале. Я не знаю, что будет дальше, но в планах нет того, чтобы это монетизировалось. Ну, возможно, это будет как-то позволять сообществам зарабатывать на этом, но точно не на старте. Пока это все будет наполняться авторами, наполняться людьми, которые будут там эти курсы проходить, а уже потом по фидбэку будем смотреть, добавлять, не добавлять. Спасибо. Кажется, все. Если все, спасибо еще раз. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!